Итак, что значит следующая эволюционная ступень? В прошлый раз мы с вами разговаривали про ольгологию, про водоросли. Если помните, водоросли у нас вышли, зародилась у нас жизнь, фито-жизнь, все, что связанное с растениями, у нас зародилась она в воде и постепенно начала выходить на поверхность. Так вот, водоросли у нас относятся к низшим растениям. Мы с вами помним, по новым ВГОСам неправильно относить водоросли к низшим растениям, но мы это с вами делаем и наверняка это будут делать во всех школах, только потому что это удобнее разделять на высшие и низшие растения, потому что сами вы не запутаетесь в этом, можно так сказать. То есть, употребляя слово «высшие растения», вы понимаете, что это все споровые и это семенные растения. Низшие растения – это у нас водоросли. Так вот, водоросли себя прекрасно чувствовали в океанах, в морях и так далее. И было бы логичнее предполагать, что на месте они не стояли. То есть, вы помните, эволюционно сначала у нас появились зеленые водоросли, потом они начинали тихонечко развиваться, развиваться, усложняться. У более развитых водорослей, да, у более там, у бурых, у красных водорослей, у совсем там таких развитых, начала появляться примитивная проводящая ткань, и водоросли должны были эволюционно скакнуть, и они скакнули в сторону споровых растений. Как вы думаете, вот где произошел переход от водорослей к споровым растениям? И что же за растение у нас все-таки было вот этим переходным моментом между водорослей к споровым? Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь мысли по этому поводу? На самом деле, если вы помните, когда вы изучали ботанику в школе, у вас как было? Сначала вы водоросли изучали, потом вы начинали изучать после водорослей мох, помните? Так вот, где-то у нас должна быть вот эта переходная грань между мхом и водорослями. И действительно, такая грань она была. То есть у нас тихонечко начали мхи выходить на сушу, осваивать материки, грубо говоря. Где же это произошло и как произошло? Да, вот мхи, да, вот они у нас высшие растения, отдел высших растений, хотя есть у нас примитивнейшие мхи, которые до сих пор относятся к низшим растениям. Да, если говорить кратко, то это растения, у которых появляются разделения на органы и на ткани. У нас появляются там стебли, у нас появляются листья, у нас появляются всевозможные органы, в которых у нас развиваются женские и мужские клетки, и потом созревают споры после, там, на гометофите начинают развиваться коробочки со спорами. Это вы все прекрасно знаете, это вы все прекрасно любите. Я думаю, не надо здесь на этом акцентировать внимание, хотя мы разберем с вами процесс размножения мхов. Итак, где же у нас произошел вот этот переход от водорослей к мхам? Сейчас я вам покажу вот таких вот красавцах. Вы знаете эти мхи? Вам о них говорили в школе? Кто это? Как вы думаете? Ну, тут подписано, да, что это маршанцы, это у нас ричья. Ошибка, простите, ребят, ричья с двумя чья пишется. Ричья, это я упортачила. Кто это? Как вы думаете? Тишина просто. Это у нас печеночные мхи. Слышали про такое? Вы там, я не знаю, крякайте как-нибудь в чате. Да, мы слышали про это. Или, не знаю, первый раз мы видим вообще. Почему маршанцию изобразил? Потому что маршанцию вот здесь чаще всего показывают, когда говорят про печеночный мозг, мозг, мох. Чаще всего у нас маршанцию изображают. Вот она главный представитель. Но ричья нам тоже интересна, так как ричья – это у нас водный мох. Слышали про таких? Если у нас есть любители аквариумных рыб, кто любит размножать рыбок, у кого рыбки живут, у кого они себя прекрасно чувствуют, то вы должны понимать, что ричья – это вот такие вот плавучие шарики мха. Его очень часто почему-то за водоросли принимают. Ну, неудивительно, очень сильно похож на водоросли. И ричья – это примитивный мох, который начал развиваться в воде, то есть в океанах, в морях, и до сих пор он там себя прекрасно чувствует. И до сих пор кто в морях, да, в океанах, там, не знаю, где-то купался, ездил на какие-то острова после шторма, мог видеть на берегу такие островки, ну, можно предположить, что это водоросли. На самом деле мха, островки мха, разветвленных, тоненьких, таких ничетовидных стеблей мха, которые собираются в островок и прекрасно себя чувствуют, плавают на поверхность. Так вот, мох у нас начал развиваться в воде и тихонечко выходил на поверхность. И вот ричья – это тот самый печёночный мозг, мозг, да что ж такое, мох, примитивнейший мох, который у нас живёт и в воде, и постепенно начал осваивать сушу. Вот его представитель, сухопутный, можно так сказать, мох печёночной ричья, живёт и там, и там. Просто это разные как бы виды данного мха, но они родственны у нас, да. Вот. Чем хорош этот мох и почему о нём стоит упомянуть? Потому что именно печёночный мох считается низшим растением. То есть все мхи – это высшие растения, потому что у них есть, да, резоиды, ну, всё ещё остаются резоиды, да, у них есть стебли, у них есть плохо сформированная, но существует проводящая ткань, у них появляются листья, а вот ричья или маршанцы, если мы с вами посмотрим, здесь у нас нет ни листьев, ни стеблей, здесь у нас всё ещё талом, словище, да. Смотрите, тоже у нас интересная такая штука. Если мы говорим с вами про водоросли, тело водоросли – это талом, талом, да, оно же слоевище по-другому называется, а тело печёночных мхов чаще называется всё-таки слоевищем, хотя можно тоже и таломом назвать. Помните, да, что такое слоевище, что такое талом? Мы говорили с вами об этом в прошлый раз. Это недифференцированная ткань растения, вот она, да, вот это всё, это не листовая пластинка, это просто, видите, тело, вот такое разветвлённое нашего мха, не имеет он корней, есть слабо развитые резоиды, которыми просто прикрепляется к поверхности, к субстрату, впитывает влагу всей поверхностью тела, ну, то есть корни ему просто не нужны. У водной речи даже нету резоидов, там просто есть талом, всё, примитивнейший. Именно поэтому печёночные мхи чаще всего называют низшими растениями, да. Вообще мхи – это высшие растения. Печёночный мох, он примитивнейший, самый примитивный мох. Это вот эта вот эволюционная ступенька от водорослей к мхам. Ну, а сегодня мы с вами рассмотрим два вида мха, которые вы тоже знаете, которые вы наверняка рассматривали на уроках ботаники в пятом классе. Это у нас кукушкин лён. Вы его, наверное, знаете, вы, наверное, его видели. Его можно увидеть в нашем районе, в Истринском. Он и у нас себя прекрасно чувствует. И это самый известный вид мха. На всех контрольных, на всех каких-то олимпиадах рассматривает в основном кукушкин лён и сфаглум. Как самых ярких представителей мхообразных. Дело в том, что мхов, их около 50 тысяч видов. И поэтому мы с вами не можем рассмотреть каждый из них. Мы рассмотрим самых ярких представителей по размножению и по жизнедеятельности. Итак, кукушкин лён. Почему же он назван так? Как вы думаете? Вам, наверное, тоже об этом рассказывали. Есть у вас соображения какие-то? Почему этот мх называется именно кукушкиным льном? Нет, да, у вас мыслей по этому поводу? Посмотрите, на самом деле, если мы посмотрим на наш споранги, на коробочку со спорами, которые у нас сформированы, вот здесь вот созрело на ножке, на нашей. То мы с вами можем увидеть, что его коробочка похожа на кукушку, сидящую на вершине, не знаю, дерева. Вот учёным показалось сходным с видом кукушки. Поэтому данный вид мха назвали кукушкиным льном. Причём здесь лён, не знаю. Вот объяснение у нас такое, почему кукушкин лён называется именно кукушкиным льном. Растёт кукушкин лён у нас во влажных местах с большим количеством капельной влаги. Что значит капельная влага? Это роса. То есть ему нужно большое количество росы. Ему нужно большое количество влаги. Например, у нас сфагнум себя прекрасно чувствует во влажной среде, когда вода находится под ним, то есть нижний слой. То есть влажная земля, под ним должна быть влажная-влажная земля. Капельная влага сфагнуму не нужна, а кукушкиному льну нужна. Для чего? Сейчас мы с вами узнаем. Если мы с вами посмотрим на способ размножения кукушкиного льна, у нас с вами всё встанет на свои места. Итак, у нас существует мужской и женский гометофит. Гометофит – это у нас взрослое растение, имеющее листья и имеющие резоиды. На конце гометофита у нас развивается спорофит. Спорофит, как я уже сказала, это коробочка, внутри которой у нас находятся споры. Коробочка лопается, споры у нас высыпаются. Высыпаются на какой-то влажный субстрат, на котором у нас растёт наш мох. Если вдруг у вас какие-то слова, ребят, появляются, и вы понимаете, что вы их не понимаете, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Хорошо? Итак, у нас высыпаются споры из спорофита. И эти споры, они у нас прорастают в молодой заросток. Что такое заросток? Заросток, посмотрите, это такой вот небольшой. Пару миллиметров в длину, молодой, как это, господи, как бы вам так сказать-то? Молодое растение, на котором тихонечко в процессе развития, в процессе роста будут созревать мужские и женские половые органы. То есть, смотрите, на взрослом гометофите у нас нету половых органов. Половые органы нашего мха у нас есть на заростке, на втором жизненном цикле мха. Потому что у нас двойной цикл жизни у мха. Заросток и взрослая особь, взрослый гометофит. Так вот, на заросточке у нас развиваются, соответственно, женский гометофит и мужской гометофит. На женском гометофите у нас развиваются антиридии, а на мужском у нас развиваются архегонии. В одном, значит, в антиридиях у нас находится яйцеклетка, в архегониях у нас находятся подвижные мужские клетки, которыми чаще всего называются сперматозоиды. Но это все вы знаете. Сперматозоиды, они очень у многих и растениях существуют, и у животных эти половые клетки, они называются одинаково. Почему называются сперматозоидами? Потому что это активная клетка с активным жгутиком, которая движется. То есть это клетка, способная передвигаться. Клетки, способные передвигаться, помните, еще были у водорослей. Если вы помните, у нас была ООГАМИЯ. Это женская неподвижная половая клетка и мужские подвижные со жгутиками. Вот здесь эволюционно у нас природа скакнула дальше. Женскую половую клетку и яйцеклетку вообще сделала полностью неподвижной. Она лежит себе в архегонии, прекрасно себя чувствует и ждет, когда к ней придет мужская половая клетка. Вот, ребята, на самом деле в мире растений очень редко бывает, что именно мужская половая клетка, мужской сперматозоид, он имеет жгутик для передвижения. Если у нас есть жгутик, что мы можем предположить? Может ли у нас этот сперматозоид добраться до яйцеклетки, допустим, воздушным путем? Может? По воздуху? Не может. Может ли как-то иным путем добраться? По листьям, по заростку? Тоже не может. Обязательно нужно большое количество влаги для оплодотворения. Вот здесь вот, когда мы посмотрим с вами на наши спаранги наших, господи, кукушкиного льна, мы с вами можем увидеть, ну здесь не очень удачная фотография, я прошу прощения, мы можем увидеть, что они влажные. Вот они все влажные, чаще всего на них капелька воды находится. Так вот, на заросточек у нас попадает капля воды. Капля воды у нас соединяет архегонии и антиридии. То есть капля воды должна быть большая, капля воды должна весь заросток покрывать. Тогда в таком случае у нас сперматозоиды начнут по капле воды плыть, ища антиридий, архегонии ища с женской половой клеткой. То есть для оплодотворения кукушкиному льну, именно кукушкиному льну, нужно большое количество воды. То есть по капельной воде происходит отплодотворение. Если вдруг по каким-то причинам, например, у нас возникает засуха, недостаток влаги, то процесс оплодотворения, процесс развития спрофита у нас просто, как сказать, прекращается. Так вот, когда у нас женская яйцеклетка оплодотворилась, из нее прорастает взрослый гометофит, на конце которого у нас находится коробочка со спрофитом, внутри которого у нас находятся споры. И этот процесс, он у нас повторяется. То есть из спрофита у нас высыпаются споры, они прорастают в заросток. На заростке, архегонии, антиридии возникают, значит, уже мужские половые клетки через каплю воды попадают в женскую яйцеклетку. Происходит процесс оплодотворения и прорастает заново гометофит. То есть, понимаете, да? Все это будет повторяться по кругу. Так вот, что хочется еще сказать про именно кукушкин лен. У кукушкиного льна есть резоиды. Вот здесь, кстати, их можно увидеть на этой зарисовочке. Есть резоиды. Есть очень слабо выраженные, практически прозрачные листочки. Но они есть. И есть слабо выраженная, примитивная, проводящая ткань. Вот именно это и вид оплодотворения кукушкиного льна делает этот, ну как сказать, этот мох для нас наиболее интересным. И чаще всего именно его рассматривают на уроках биологии и используют во всевозможных олимпиадах. Второй вид мха, который мы с вами обязательно должны рассмотреть, это у нас сфагнум. Если вы живете в районе Румянцево, может быть, кто-нибудь у нас есть с Румянцевской школы откуда-то или вот с той стороны. Дело в том, что вот лично я, я видела большое количество сфагнума в лесах около Покоева. Может, знаете, где Покоева, но мы туда просто за грибами ездим. Поэтому, пересекая поле, когда мы идем к лесу, я замечаю большое количество сфагнума. Сфагнумы – это вот такие вот елочки. Вот вы можете их видеть, вот такие вот красивенькие елочки. Отличительная черта сфагнума в том, что они впитывают влагу поверхностью тела, и у них нет резоидов. Совсем нету. То есть они ему особо, как сказать, не нужны. Сфагнум является мхом, который способствует заболачиванию почвы. Что это значит? Почему у нас идет заболачивание почвы? Что, к чему и почему? Смотрите, если вдруг пересекая там, ну как гуляя где-нибудь в поле, вы видите вот такие елочки, вы видите такой мох, знайте, что через несколько десятков лет на этом месте возникнет болото. Почему? Сфагнум он очень хорошо приживается. Если у нас появилось 2-3 таких елочки, через несколько лет весьма вероятно у нас участок поверхности, на котором растет сфагнум, он у нас расширится. Он будет забирать все новые и новые места для своего обитания, территорию твою. Дело в том, что... Простите, пожалуйста, ребята. Дело в том, что сфагнум в нижней части своего тела откладывает большое количество воды, отмирая. То есть он постоянно растет, да, он растет. Нижняя часть сфагнума, она отмирает и накапливает в себе воду. Она не перегнивает. Она создает такое, ну как сказать, типа... Вот видели гель, который впитывает воду в памперсах, например, или вот где-то, да? Ну, девчонки уж, простите, в прокладках, да? У нас есть такой гель, который впитывает воду и увеличивается в размерах. Вот нечто... Каким-то таким свойством у нас обладает сфагнум. Сфагнум в своем теле накапливает воду. Чем больше сфагнума у нас разрастается на поверхности, чем дольше он живет на данном месте, тем больше воды запасается в поверхности, как-то сказать, земли. Земля не способна впитать эту влагу, потому что эта влага задерживается вот в этих отмерших клетках сфагнума. Количество воды накапливается, постепенно у нас заболачивается почва. Воды, капельной воды для размножения сфагнума не надо. У него спорофит развивается точно так же на поверхности гометофита, и просто споры у нас высыпаются на поверхность и приживаются. Вообще у сфагнума споры очень живучие, и они обладают высокой вот этой живучестью. Они очень хорошо приживаются и хорошо развиваются. Что нужно сфагнуму? Просто периодические дожди. То есть в период засухи он тоже жить не может, несмотря на то, что он откладывает воду, что он накапливает воду, его нижняя часть, отмершая часть его туловища, тело. Но несмотря на это ему периодически нужны дожди. И поэтому в наших условиях, в условиях нашего климата у нас, если поселяется где-то сфагнум, то он занимает огромное количество территорий, и ее заболачивают. Если мы будем говорить про мох, зачем же нам вообще нужен мох, и какое у нас у мха значение. Мох у нас очень важен и в экологии, и в биологии, так как он является у нас одним из растений первичной и вторичной сукцессии. Помните, да, что такое сукцессия? Это первичное или вторичное заселение растениями какой-то территории. Вот мох, он участвует особенно в первичной сукцессии. И после лишайников у нас приходит мох, заселяет территорию. Чаще всего это как раз кукушкин ли он приходит. И что делает? И он перерабатывает почву. Перегнивая, он создает подобие гумуса. Также у нас мхи – это прекрасные показатели экологической обстановки. Если вы живете, ну, где-то, да, в поселке в каком-то городе, и у вас во дворе вы видите деревья, камни, покрытые мхом, знайте, экологическая обстановка у вас хорошая, потому что мох, так как мхи у нас напрямую зависит от воды, все вот эти выбросы, допустим, транспорта, которые у нас идут в городе, да, вот эти вот все выбросы с предприятий, они у нас смешиваются с кислородом, поднимаясь в верхние слои атмосферы, смешиваются они с капельной влагой, которая находится у нас в облаках, выпадает в виде осадков, загрязненных осадков, может быть, вы слышали про кислотные дожди. Мхи тогда в первую очередь у нас уходят. Человек по своей, как сказать, структуре, что я не знаю, человек не сможет отличить обычный дождь от кислотного, в том плане, что кислотность воды может быть очень низкой, это не значит, что кислота выпала, все растаяло, да, все люди там, не знаю, оплавились. Но если у вас в городе, в поселке, в районе большое количество загрязнений, которые выпадают вместе с осадками, первыми уходят у нас мхи. То есть если у вас растет мхи, мох где-то на деревьях, да, знаете, обстановка у нас экологическая хорошая. Далее мы с вами поговорим про папоротники. И когда мы с вами обсуждаем папоротники, мы с вами говорим в первую очередь про мужской щитовник. Чаще всего в наших лесах мы встречаем именно его. Это светло-салатовая зелень листьев. С обратной стороны листья у нас покрыты большим количеством сорусов. Сорусы – это, как сказать, вот эти вот спорофиты, внутри которых у нас находятся споры. Значит, листья у нас изначально закручиваются в гою, после этого распрямляясь, имеют вот такую вот сложную, переста, как это, рассеченную форму листа. Эволюционно папоротники у нас были следующим шагом, следующей ступенью в эволюции. Если вы помните, когда разговаривали с вами по поводу происхождения папоротников, то папоротники – это одни из самых древних растений. Когда-то очень давно папоротники у нас были древовидные, они видели у нас динозавров. Со временем такие папоротники вымерли, остались вот такие розеточного типа. Что значит розеточного типа? Это когда из середины по кругу у нас начинают расти листья. Какая отличительная особенность папоротника? У него появляется корневище. То есть он питается влагой и питательными веществами, растворенными в воде, которые находятся в земле. То есть из земли он тянет воду и питательные вещества, растворенные в ней. Также папоротники очень хорошо фотосинтезируют. Несмотря на то, что они являются, они вообще тенелюбивые растения, они растут в самом нижнем ярусе леса. Чаще всего растут они даже вообще в практически полной затененности. Несмотря на это, папоротники имеют тоже очень большую степень живучести. И для них самое главное – это повышенная влага. Почему нам также нужна повышенная влажность? Как вы думаете? Ну, со мной сегодня никто не хочет разговаривать. Повышенная влажность ему нужна для размножения, потому что это все еще споровое растение. Так как оно размножается спорами, как и мхи, папоротники у нас имеют, как это сказать, двойной жизненный цикл. Размножается с помощью заростка. То есть из спора у нас вырастает заросток. Из заростка у нас уже так. Заростка. Все. Да, Анна, абсолютно верно. Спасибо вам большое за ответ. Нет, действительно, смотрите. Специально искала очень долго в интернете, нашла фото вот этого самого заросточка, который у нас есть в... Господи, в жизненном цикле папоротника. Итак, из соросов, из спорангиев, да, соросы они называются, у нас из них высыпаются споры. То есть когда у нас созревает папоротник, это очень все легко происходит. У нас просто вниз из спорангиев всыпается на поверхность там подстилки лесной споры. И потом они пытаются прорасти. Вот если бы наши папоротники очень легко приживались и очень легко размножались, у нас бы весь лес, просто весь лес, был бы покрыт папоротниками. К сожалению, этого нет. У нас для споры должны быть идеальные условия влажности, и идеальные условия, освещенности. То есть в меру освещенный участок, в меру притененный, с большим количеством влаги, чтобы наша спора проросла и дала начало заростку. Вот он у нас, да, заросточек. Вот он выглядит вот так. Он имеет вот такую сердцевидную форму с резоидами. Вот они прозрачненькие резоиды. Резоиды нам нужны для прикрепления к субстрату. Они не несут функцию впитывания питательных веществ, потому что заросток у нас впитывает влагу всей поверхностью своего тела. И на нашем заростке, как и в случае с мхами, у нас на нашем заростке развиваются архегонии и антиридии. То есть это такие небольшие выросты с женскими и с мужскими половыми органами. У нас происходит оплодотворение. Точно так же для оплодотворения нужна влага. Не такая капельная влага, не капля воды, но все-таки. Из которой у нас возникает, развивается зигота. И из зиготы уже начинает прорастать побег. Вот таким образом он выглядит. Вот это как раз-таки пророщенный заросток с побегом. Из побега, конечно же, уже будут развиваться листы нашего папоротника с гоями. Вот они такие закрученные улиточкой, очень красивые. Если кто-то из вас спросит, как выглядит лист папоротника и откуда он начинается. Лист папоротника у нас начинает расти из розетки. А если быть точным, то прямо из земли. Лист папоротника – это весь вот этот вот лист, который у нас начинается от самой земли. Это и есть лист папоротника. То есть это не вот эти вот маленькие листочки, прикрепленные к какой-то этой сердцевине. Это весь лист. Эволюционно, если мы будем говорить про папоротники и про мхи, то они очень близко связаны. Это соседние, можно сказать, ступени эволюции. Процесс размножения, процесс оплодотворения у них сходен. Условия жизни у них также сходны. За исключением того, что у папоротников у нас появляется корневище, которым начинает... Простите, ребята, у меня чуть совсем голоса... Которым папоротник начинает впитывать питательные вещества. Также у папоротника появляется уже достаточно хорошо сформированная проводящая ткань. Она, конечно, не такая крутая, как у семенных растений, но все-таки она есть, она существует.